Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Служба спасения. Телефон номер один. Задач для выполнения много. Война с мусором продолжается. Результаты очередной проверки комиссии. Мастер-класс от Барри Алибасова. Как строить бизнес, развивать его и получать стабильный доход. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» прошли краевые соревнования по самому красивому виду спорта – гимнастики. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Их профессия – спасать утопающих людей в беде во время шторма. Для спасателей нет плохой погоды и неудачного времени. Анапские спасатели вышли в море, чтобы еще раз предупредить отдыхающих и анапчан. Беспечное поведение на воде и на суше угрожает безопасности жизни. Анапа – море, горы – романтика на первый взгляд. Спасатели, работающие в таких условиях, знают – романтики здесь мало. А вот опасность на каждом шагу, если забыть о правилах поведения на воде и в горно-лесистой местности. Часто отдыхающие после купания на пляже решают сократить путь домой и подняться в горы. Вот уж и правда, умный в гору не пойдет. Тропинки подводят. Замначальник аварийно-спасательного отряда службы «Кубань спас» Игорь Саенко рассказал и показал, как это бывает. Турист ползет до первого отрицательного угла сильно выступающего камня и зависает на несколько часов до прихода спасателей. Ищут с моря так вся отвесная поверхность, как на ладони. Ни сверху с горы, ни на берегу такого обзора нет. Наземная группа – 5-6 человек на море, в катере – еще два спасателя. Когда мы его находим, мы на него сверху, либо снизу, выводим наземную группу, в которой идет сальт-наряжение. Это очень сокращает сроки поиска и дает нам возможность с наименьшими потерями вот этого пострадавшего найти и заставить безопасное место. Но не каждый на полцебеге, на жире может долго просидеть. Случаи бывают разные. Кого тянет покорять с вершины после высоких градусов? Кто-то геройствует, проспорив. Кто-то тренирует сноровку спасателей. Такое хамское отношение, в плане того, что вы меня сняли, это же ваша работа. Вы должны это сделать. Просто обидно заключается в том, что пока мы здесь ищем вот таких вот негодяев, по всякой обороте, где-то есть люди, которые реально нуждаются в нашей помощи, ждут нашей помощи. И тут же подтверждение – спасаем Вову Соколовского. Мальчику 11 лет занимается парусным спортом. На море тренируется, готовится к первенству России. Парусник упал, поднять самостоятельно не получилось. С нами пойдешь на берег. А не туда. Не туда, мы куда меня поведем туда. А мы туда. А там тебя заберут. Мальчика забрал тренер, когда увидел катер спасателей. Пара секунд и юный спортсмен опять на доске. Тренировки нужны и важны. Безопасность на первом месте. Отправляясь в горно-лесной массив на прогулки, пожалуйста, не переоценивайте свои силы, не употребляйте спиртные напитки. И уходя куда-то на прогулку, пожалуйста, ставьте в известность о примерном хотя бы своем маршруте, куда вы идете. Чтобы в случае необходимости спасатели всегда могли прийти вам на помощь. С начала года анапским аварийно-спасательным отрядом уже было 4 работы в горно-лесном массиве. Люди падали, люди терялись. Ну, в общем, находим, оказываем помощь. Телефон единой службы спасения 112. Спасатели напоминают. Если попали в беду или видите опасность, для другого человека не пытайтесь помочь самостоятельно. Звоните профессиональным спасателям. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Благоустройство и порядок в городе – вечная тема в Анапе. Порядка не бывает слишком много. И правила одни для всех. Специальная комиссия вышла в очередной рейд, чтобы посмотреть, как анапчане выполняют требования администрации города – не сорить и следить за прилегающей территорией. Санитарная комиссия с 7 утра начала свою работу. Чистоту и порядок на этот раз проверяли на улице Гоголя. Проверять оказалось нечего. Порядка нет. Анапчане выносят прямо на аллее города мешки с бытовым мусором. И стоящая рядом табличка с надписью о том, что складирование мусора запрещено, жителей не смущает. А для чего вы сюда несете мусор? Увозят потому что. А кто вам дал право на муниципальную территорию складировать свои бытовые отходы? Где ваш контейнер, уважаемые? Вы имеете право выносить мусор только в позвонковую машину. Летний сезон в Анапе уже стартовал. А это значит, курорт должен встречать своих гостей чистым и ухоженным. Но каждое утро на улицах отдыхающие видят совсем не радужную картину. Уже отдыхающие есть. И мы сами вываливаем вот сюда вот этот мусор. Комиссия провела очередную беседу с анапчанами. Вынос бытовых отходов на газонную часть города категорически запрещен. У каждого дома должен быть свой пластиковый контейнер для мешков с мусором. Пользуясь случаем, жильцы домов на улице Гоголя выразили свое недовольство предприятиям «Заоспедстранц», которые не вовремя приезжают за мусором. На месте лично высказали претензии сотруднику организации и все вместе постарались найти компромисс. Сегодня с предприятием «Заоспедстранц» проведена работа об изменении движения специализированной техники по указанной части улицы. В связи с тем, что указана определенная дата в 8 часов утра, движение спецтехники было немножко нарушено с опозданием. Сегодня этот вопрос решился положительно. Техника будет двигаться со звуковым сигналом по улице Гоголя в 8.30 утра. Тех, кто нарушает порядок, обещают наказать со всей строгостью. Чистота Анапы – залог благосостояния ее жителей. Наведением порядка занимаются и коммунальные службы, и администрация города. Однако еще не все анапчане понимают, что прежде всего курортный город должен быть чистым. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа-регион. И к другим темам. Барри Алибасов, тезка знаменитого шоумена и продюсера, тоже гастролирует по стране, но с презентацией программы развития бизнеса. Тренер рассказывает студентам и начинающим предпринимателям, как начинать развивать бизнес и как получать от жизни все. На обучающем семинаре побывала и наша съемочная группа. Бизнес – как ребенок. Его мало родить, его нужно воспитывать и развивать. В основе такого принципа – американская модель экономики. Бизнес или семейное дело передают по наследству. Хотите стабильный заработок и качественный бизнес – начинайте достойно и качественно. Секреты ведения успешного бизнеса знает Барри Алибасов. Для развития стабильного бизнеса всего три условия. При этом не надо быть миллионером. Во-первых, стартовать можно от капитала до 100 тысяч рублей. Во-вторых, основывать стабильный и надежный бизнес. Модное направление быстро замутить также быстро приведет к краху. И третье условие – бизнес должен приносить удовольствие, то есть освободить предпринимателя от основных дел. Их уже по 40, 50, 60 лет, и они всю свою жизнь, каждое утро приходят на работу и следят за бизнесом, потому что они понимают, как только они из бизнеса выйдут, они перестанут ходить на работу, начнется воровство, компания пойдет и упадет, кто-то кинет, кто-то что-то недоработает, здесь будет какой-то косяк. И вот они вынуждены всю свою жизнь, с утра до вечера, тратить на то, чтобы подтверждать то, что они в течение всей жизни создали. Можно ли назвать это счастьем? Сложно. Деньги мешают счастью, уверен Барри Алибасов. Для комфортной жизни человеку нужна сумма, покрывающая основные потребности – жилье, питание и досуг. Все остальное – спорт или рабство. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа. Регион. А мы переходим к новостям спорта. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» прошли краевые соревнования по одному из самых красивых видов спорта – спортивной гимнастики. Около 200 участниц боролись за призовые места и повышали спортивную квалификацию. Подробно расскажет Лариса Басова. Эти открытые краевые соревнования по спортивной гимнастике, приуроченные ко Дню защиты детей, проводятся в Анапе ежегодно. Сегодня у нас соревнование посвящено приуроченной к 95-летию государственной системы дополнительного образования. Это открытые краевые соревнования, в которых участвуют 10 команд из 10 городов. Несмотря на то, что соревнования имеют статус краевых, география участников расширяется. В этом году помериться силами с кубанскими гимнастками решили спортсменки Белгорода, Тулы, Саратова, Ростова. Соревнования важны для юных гимнасток, поэтому они так волновались и плакали, если упражнения или снаряды им были не подвластны в этот день. Ведь по результатам можно было повысить разряд и показать, чего добилось за год. Почему вы все в гимнастике занимаетесь? Оно мне нравится. Мне чуть-чуть страшно. А что ты именно боишься? Прыжок. Прыжки боятся? А мне не страшно. Я в 6 пошла. Я раньше на танцы ходила, но я уже не хочу ходить. Я на гимнастику пошла. Потому что мне здесь нравится. Команда Анапчанок выступила отлично. Евгения Миновщикова выполнила программу кандидатов в мастера спорта. А по первому разряду все три призовых места у воспитанниц спортивной школы «Виктория». Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анап Регион. И на сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Как в стране чудес? В этом торговом центре есть все. Важные, приятные и полезные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. В среду 19 июня в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы плюс 25-27, ночью до 24 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 22 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стань одним из нас. Стань чемпионом. 48333 и 48300 А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова